В этот вторник совершенно внезапно Mail.ru выкатили новость о возобновлении работы трансфера. Почти 9 месяцев он не работал, и тут вдруг под Новый год решили заказать нам приятный подарок. Насколько я помню, перед тем как выключить трансфер, основной проблемой, с которой сталкивались игроки, это при нажатии кнопки переноса персонажа, перенос не происходил, кристаллы не списывались, но откат в 2 часа запускался, и так по несколько раз. И в итоге, спустя почти 9 месяцев кропотливого труда над починкой трансфера, мы наблюдаем все ту же проблему. Большое количество игроков не может трансфернуться, все по той же причине, что и 9 месяцев назад. Такое ощущение, что его и вовсе не чинили, просто перед Новым годом надо было как-то срочно срубить баблас, да над акциями заморачиваться уже нет времени, вот и решили запустить старый криво-косо работающий трансфер. Но это уже так, из разряда конспирологических крамольных теорий. Завернуться, может быть все-таки что-то где-то там-то починили. Рассмотрим основные вопросы, которые у многих возникли, и кому лень перечитывать сотни страниц на форуме в поисках нужного ответа. Первое. Трансфер запущен не в тестовом режиме, и это не какая-то разовая акция щедрости в честь нового года, а услуга, которая теперь работает на постоянной основе, как и раньше. Второе. Трансфер платный. Тысячи кристаллов, как и раньше, на все сервера. Для трансфера в обе стороны доступны все сервера, но кроме, разумеется, ренессанса. Никаких компенсаций пока не планируется, ну а собственно, что может выступать в качестве компенсации, разве что только бесплатная возможность трансфернуться. Так в принципе и было где-то год назад, тогда на целую неделю трансфер действительно был полностью бесплатный вообще на все сервера. Ну кроме там Арии и ХЗ вроде бы. Но сейчас, учитывая, что люди очень уж давно ждали этой возможности, и в первые дни сразу же делать бесплатный трансфер, это было бы слишком рискованно. Огромные толпы игроков тут же ломанулись бы трансфериться, и если вдруг где-то что-то пошло бы не так, то разгребать эти проблемы пришлось бы аж до нового года, а то и после. И еще и заморачиваться с компенсацией. Так что тут вполне логично, что на данный момент трансфер пока что платный, тем более что новый год на носу, а деньги в это время лишними не бывают. Ну а будет ли когда-нибудь бесплатная возможность трансфернуться, пока неизвестно, но лично я думаю, что будет. Взять, к примеру, самые малоселенные сервера на текущий момент, это Ария и ХЗ. Многие оттуда и так уже давно хотели сбежать, и вдруг тут такая возможность появилась, так что в качестве кандидатов на бесплатный трансфер, эти сервера вполне себе подходят. Но ожидать этого, я думаю, стоит не раньше февраля, когда основная движуха устаканится, тем более что на текущий момент трансфер работает далеко не идеально, и пока все починится, пока народ рассосется по серверам, там уже и будет видно. Дальше, собираюсь ли лично я трансфериться? Ну пока что нет, ближайшие 2 месяца точно нет. Во-первых, особой необходимости нет, меня никто никуда не зовет, плюс мне еще шмот докачивать нужно до эпохи 12, так что я пока тут посижу на шаеде. Если вдруг и приплет куда-то трансфернуться, то не раньше февраля. Была мысля у меня уйти на Корвус, там где у меня сидят и скучают вины, но ввиду того, что этот серверак уже безбожно лагает последние полгода, и мейлы ничего с этим не делают, а еще есть инфа, что на этот серверак собирается там кто-то залиться и устроить бигвар, то меня терзают смутные сомнения, есть ли смысл вообще туда идти после такого, ибо лагать будет еще более жестко, чем сейчас. Ну и терпеть эти лаги у меня особого желания нет, поэтому остается либо ждать бесплатного трансфера и эвакуировать тринов оттуда, либо оставить все как есть и просто ждать пока Корвус отлагает, если конечно такое когда-нибудь произойдет. Ну а на этом, пожалуй, все. Вот такой вот у нас трансфер запустился. Спасибо за просмотр, с вами был Нагваль, всем пока!